Принцип действия с Анной Шафран И новых надежд на счастливую, достойную и мирную жизнь. Спасибо большое. Я напомню для наших слушателей, у нас работает смс-портал, его номер 5533. Со слова «Вести» вы можете начинать свои сообщения, присылать вопросы Геннадию Андреевичу. Ну а неделя текущая богата на события, обо всем подробнее поговорим. А начнем, пожалуй, с праздника, 4 ноября. Чуть ли не впервые Коммунистическая партия приняла участие централизованно в праздновании этого дня, Дня народного единства? Что это? Пересмотр неких позиций или просто действие в условиях новой политической конъюнктуры? Вообще-то, говорит, 4 ноября – это православный праздник, Казанская Божья Мать. У меня в родной деревне отец учительствовал и мать почти 40 лет, но мы всегда отмечали этот праздник. Поэтому лично я не впервые. Если взять исторически, как складывалось, то 4 ноября ополчение Минина и Пожарского взяло Китай-город. А 5-го, 6-го и 7-го окончательно освободило Кремль от ляхов, которые пытались нам навязать свои порядки и растоптать российскую государство. Поэтому мы отмечали и отмечаем эти даты. Они знаковые для нашей страны. Что касается непосредственно шествия, да, сегодня окончательно новая ситуация. Она связана с тем, что у наших границ снова полыхает война. Смотрите, что творится сейчас у Луганской и Донецкой республик. Снова обстреливают, снова танковые атаки. Снова попытка развязать большую войну против славянских народов. Проводается геноцид славянских народов. Поэтому, когда есть внешняя опасность, всегда страна обязана сплачиваться. Именины Пожарские одолели их после того, как вместе сложили усилия, собрались все патриоты, государственники, крепкие люди и сказали, не дадим на поругание русскую землю. Я хорошо изучал эту историю. Блестяще описано у Карамзина. Есть даже целый том смута написано. Так вот, сегодня в мире большая смута. И снова пытаются нас взять на излом. Поэтому мы не случайно вышли на манифестацию, но заявили прямо, что единство российское всегда держалось и мощь на четырех столпах. Это сильное государство, сильная высокая духовность, чувство коллективизма и справедливости. Начинаете вытаскивать любой из этих столпов, здание державы российской рушится. В 90-м году бросили на распродажу все ее столпы. И государственность, и духовность, и культуру, и справедливость. Все на свете. Сегодня, спохватившись, вдруг увидели, что надо снова возвратиться к истории тысячелетней, опереться на эту толщу. Ну а наивысшей мощи наша держава достигала, когда народную власть, народная власть питала лучшими соками, лучшими талантами. Промышленность, село, наука, образование, справедливость. Когда в центре был человек труда, рабочий, крестьянин, учитель и врач, инженер, ученый, военный. Вот тогда мы одержали победу в мае 45-го. Тогда мы прорвались в первый космос. Тогда мы создали ракетно-ядерный паритет. И тогда с нами здоровались все на планете. Советская страна выпускала 20% мировой промышленной продукции. Сегодня мы выпускаем 2,7%. Поэтому надо сплачиваться, объединяться и вытаскивать страну из омута. И ее снова будут рвать на части новые ляги. В данном случае американские глобалисты, натовцы и все, кто хотел бы поживиться за наш счет. И последнее. В нашей территории от Балтики до Тихого океана осталось 2% населения планеты. А сосредоточена треть главных богатств. В наших просторах половину чистой пресной воды. Если взять вместе Россию, Украину и Белоруссию, половинские страны, здесь половину хвойных лесов, половину черноземов. А это три главные возобновляемые ресурсы, главное наше богатство. Без этого не может жить ни один народ развиваться. Поэтому мы должны беречь свою землю. А для этого надо воспитывать чувство патриотизма, глубокое знание истории и уважение к тем, кто трудится рабочему человеку, умом и талантом создает главные ценности на землю. Вы сказали, что надо сплачиваться в сложных, изменяющихся условиях. И, безусловно, в этот день очень многие организации движения приняли участие в праздновании Дня народного единства. А как вы и ваша партия относятся к русскому маршу? Очень принципиальный вопрос. Я бы на месте тех, кто отстаивает русскую идею, влился бы четвертого в общий рейтинг. Тогда собирают полторы-две тысячи. Собирают и говорят, что мы отстоим русскую культуру и традиции. Это наивно. Вот важно понимать, что четвертого приехали студенты и молодежь со всех регионов России. 80 тысяч человек. Мне один задает, почему ты там выступал? Я говорю, впервые собрали студентов и молодежь. Я имел возможность сказать, почему мы сегодня должны сплачивать. Какая главная угроза стоит у наших ворот? Почему американские глобалисты сегодня обрушились на нас и на узкую бандеровскую свору разжечь войну на братской Украине и на границе с Россией? Потому что американцы самые крупные должны кинуться в мире 17 триллионов долларов. Чтобы спалить этот долг и переложить на чужие плечи, надо поджечь средние руки войну, но чтобы самим не сгореть. И захватить европейские рынки. Вот это сейчас реализуется. И они выступают и против русской культуры, против славянского братства. В Малоруссии, Великороссии, Малороссии, Белороссии – это один народ. С одной верой, культурой, историей, одними победами, проблемами. А нас сейчас сознательно пытаются столкнуть. То с Белоруссией, то с Украиной и кто. Там же командует не Порошенко, а ЦРУшники. Кто же приезжает Байден на днях и будет снова отдавать приказы. Там же расстреливают наших людей. Всю свору, которую с Европы собрали, разжигая эту войну. Что касается русской идеи, мы будем великими при одном условии. Я и Путину сто раз говорил. Слава Богу, в последнее время чаще прислушиваются. Я говорю, мы не можем не опираться на тысячелетнюю нашу традицию и культуру. Русские под свои знамена собрали 180 народов и народностей. Не порушили ни одного языка, ни одной веры, культуры. Не истребили ни одного народа. Американцы ворвались на североамериканский континент. Два миллиона скальпов сняли с местного населения. Индейцев истребили. А кого не истребили, загнали в резервацию. Ворвались в Африку, возили. Тысячи негров. Они работали, корячились на их плантациях. Там по акулам, которые... Каждый второго, который везли, выбрасывали за борт с корабля. Он умирал в жутких условиях. Они сейчас пытаются всем диктовать условия. У нас Большой театр старше Америки. Большой театр старше. Поэтому мы должны воспитывать чувство, с одной стороны, уважения к русскому языку культуры. К нашим великим достижениям. С другой стороны, мы интернационалисты. Мы не можем без дружбы. Мы не можем без единства действий. У нас каждая пятая, шестая семья интернациональна по составу. Поэтому я за соединение русской идеи. В основе лежит высокая духовность, чувство патриотизма и самопожертвования. За соединение социальной справедливости. А это ключевой элемент социализма. За научно-технический прогресс и соединение его с возможностями рынка. Но рынка регулированного, а не бандитского. Не этого самого криминального, олигархического. За то, чтобы учить молодежь. Но в России можно жить, успешно развиваться, если ты, кроме родного языка, прекрасно владеешь русским языком. Тебе тогда открыты все дороги. Вот это сочетание и даст нужный результат. А не орать этих суда, этих суда. Я иногда послушаю того же Жириновского. Честно говоря, противно становится. Если его завтра реализовать идею, что вот завтра будут все губернии у меня. Ну, было в губернии до 17-го года. А чего ж продули подряд три войны? Крымскую, русско-японскую и Первую мировую. Чего ж империя-то распала? А собрали ее под лозунги Ленина. Вот завтра мы 7-го в 16.30 пойдем от Пушкинской площади. Пройдем по главным улицам. Проведем митинг, концерт. Подскажем молодежи, почему советская великая держава тогда, как птица Феникса жила на глазах. Ведь представьте, безумие войны продолжалось 7 лет. Люди некоторые изучились, работали. Кроме винтовки ничего в руках не держали. Остановилась я прожмемышляюсь. Разбежались все. Не Ленин развалил Российскую империю. Она распалась в результате бездарной политики. Сейчас Николая Второго тащат на престол. Да, собственно говоря, при жизни единого царя назвали кровавым. Я не хочу выдаваться в эту ситуацию, но кто Ленин предложил стране, власть советов, народным советам, земля крестьян, заводы рабочие, хлеб голодным мир народам. И захотели слушаться. Армия-то никого не была, разбежалась. С нуля 5 миллионов армия. Погнали всю Антанту, 14 государств, высадились во всех портах от Мурманска на Российска до Владивостока. Чушь не удержали. А сейчас вот то Колчака, то Корнилова. Советская республика была пятачком вокруг Москвы. Занимала всего 7% территории. Когда Ленин сказал, значение Тула для России огромно, прежде всего потому, что остался последний оружейный завод, который подчинялся государственной власти. И справились. Не сумели. Корнилова под немецкими штыками скрывался. Веденич тут под Петроградом шумел. Этот сколчак залил кровью всю Сибирь и так далее. Поднимите, что пели люди и крестьяне о них. Мундир французский, погон японский, правитель омский и так далее. Не я это сочинял. Я хорошо знаю историю. Так вот, советская власть оказалась той властью, которой народ захотел слушаться, захотел ее утвердить, захотел ее защищать. И за считанные годы полумертвая страна сумела победить какую армию? Фашисты раздолбили всю Европу, французскую империю. Расколотили за 44 дня. А это была сильная империя довольно. Половину машин, на которой фашисты приехали к Москве, вот завтра будет парад. Этот легендарный. Были французскую производство. А те три дивизии, которые взяли Париж в ходу, все полегли под Сталинградом. Никого не осталось. Париж радовался, наконец-то. Советы отомстили им за их унижение и все остальное. Поэтому мы должны чтить и великую советскую эпоху. Тогда будет и день единства. Четвертого отмечать Минина и Пожарского. Это великие граждане страны. Тогда мы не забудем ни Ленина, ни Сталина, их победы и так далее. Тогда мы вспомним всех, кто прорвался в космос. Сегодня в Думе открыли великолепную выступку. Великолепные семерка. Королев, Бармин, Глушко и остальные с их историей. Королеву 40 лет было, когда ему поставили задачу сделать эту суперракету. Мы тогда на первых ракетах выводили всего несколько десятков килограмм. А Фау-2 у Германии уже 20 тонн поднимало, долетало до Лондона. И мы сумели догнать, перегнать, создать суперклассную. И сегодня, посмотрите, летают то, в основном, советские ракеты. Сами пока еще ничего толком не сделали. Я так понимаю, что все-таки 7 ноября это является главным праздником для коммунистов. Это должно быть главным праздником для любого нормального и честного гражданина. Ведь многие страны мира имеют свою родословную с Великого Октября. Было 5 империй мировых. И всех подгребли, и всех заставляли на себя работать. С Великого Октября началась новая эпоха. Кто бы ни говорил, когда он освободился, какие движущие силы там не были. Но их родословие началось 7 ноября. Праздник, который позволил простому тружку понять, что не капитал, а труд может править. Что не империя английская, а можно иметь самостоятельность. Не французские насмотрщики, а можно иметь свои... Вот, если хотите современные посмотреть, я только из Китая вернулся. Я в Китае был 8 раз. Первый раз приехал, грязь по улицам текла, велосипеды, ослики. Первые 156 заводов Китаю построила советская страна. Китай вместе с нами воевал против фашизма и японского милитаризма. Первый автомобильный завод, первый тракторный, станкостроитель. Сейчас Китай стал супердержавой под руководством Компартии, под красным флагом, сумел соединить марсизм-ленинизм, с идеями конфуцианства. Я ездил в Конфуцию, вот, в Варнародину, отмечать 2565-ю годовщину, ее день рождения. Я там понял, почему он живет и сегодня в сердце каждого китайца, почему он для них величайший авторитет. Потому что он в 30 лет стал учителем, сказал, приходите ко мне, учитесь все. Он сказал, учеба должна быть доступна каждому и бесплатно. Он сказал, что надо человека продвигать по талантам. И конкурс в этой стране проводил. А вот, а сегодня Китай вытягивает мир от края глубокой пропасти, куда 200 стран почти ноги свесили. Без капитализм американского образца, либеральный, криминальный, взорвался в 2008 году. В Уолл-стрите у них начался пожар дурфондов. Не в Париже, даже не в Лондоне, не в Москве. А у них взорвался. Потому что они построили систему высасывания денег из доходов всего идей и навязывания своих представлений. Никому не захотелось жить по таким правилам. А вот Китай, опираясь на свои традиции, лучшие идеалы, сумел. Сумел и сегодня является главным локомотивом, пожелаемым успехом. Но социализм сегодня снова вытягивает мир из кризиса и оттягивает от края большой войны. Вот интересный момент. А чем, если говорить о текущем моменте, чем привлекает людей коммунистическая идеология сегодня, на ваш взгляд, и должна привлекать? Если перевести на русский язык, коммунизм означает общественные. Приоритеты общественных интересов отчастные, эгоистические. Коллективные интересы должны быть важнее групповых и кланов. Тем более важнее американской глобалистики, где сказали, а мы будем всем править. Все будут любить Обаму, Кандализу Райт, Мадамол, Брайт, а я не хочу их любить. Они пытаются навязать в исламских странах, они говорят, да пошли вы отсюда, берутся за автоматы и прочее. Они начинают вскармливать и Талибан, и вот это исламское государство, это их продукты, связанные с их спецслужбами. И вот они их выражили, а когда люди сталкиваются, что надо отказаться от своей веры, от своей культуры, а эта бендеровская свора, которую Киев захватила в феврале текущего, вообще сказала, не нужен русский язык. 23 миллиона украинцев говорили по-русски. Вся Новороссия, вся русская, кто Донбасс строил? В основном жители Воронежской, Орловской, Курской, Белгородской. У меня полдеревни ушли строить Донбасс. Знаменитый Стаханов, Орловский мужик. Сережка Теленин, Орловский парень. Они уехали туда и там работали. Это абсолютно ненормально. Поэтому коммунистический приоритет общественных интересов, он неизбежен. Или планета погибнет. Посмотрите, почему сейчас то цунами, то наводнение, то еще жуткие пожары. Планета начинает мстить за частную эгоистическую философию. Это вырубаем, это вынезаем, это захватываем и так далее. И на какую-то финтиклюшку завертывают в коробки бумаги. Для этого три бревна надо срубить в лесу. Никакой необходимости. Или человек соизмерит свои потребности и нужды. Потребности природы. Под небом, под Богом у каждого свой. Но в данном случае он скорее един. Это Бог разумности, Бог умных и совестных потребностей. Или мы обречены. Поэтому я абсолютно уверен, уверен, что идеи социализма и справедливости, труда и коллективизма одержат веру. Не дать только втянуть в новые пожары. Еще они. Многие не знают этой истории. Я исследовал специально. Я написал 150 работ на эту тему. У меня вышла книга «Глобализация и судьба человечества». Десять лет назад, где я написал, что Китай будет сверхдержавой и не будет ведущей страной. Бразилия войдет в десятку и так далее. Ее перевели на все мировые языки. Я не просил. Мне на одной подсучили. Глобалистик. Что это такое? Я говорю, вы это увидите. Вот сейчас увидели. Глобалист по-американски. Вздрогнут. Почти все вдруг. Европа. Сильное государство. Германия. Вдруг оказалась беспомощной. Могут шикарные машины делать, но не могут рот открыть против Диази Сэма. Почему? Там 230 американских баз. Я в Германии три года служил. Советской группе войск. С нами немцы через дорогу здоровались. Это была армия победительницы. Армия, с которой считались все. И армия, которая на тех поступках охраняла нашу безопасность. Если бы Петр Первый встал, он бы выпорол Ельцина и всю Тазарбачевскую сфору дубовой палкой. Сказал, что ж вы мерзавцы. Я эти трепости отвоевал. Я отстроил порты прибалки. А вы что наделали? А тут уже приперлись в Новороссию и сидим пожимаем плечами. Я сказал и Путину, если сдадим Донецкую и Луганскую республику, то следующая война в Крыму неизбежна. Я объяснил почему. Не в Киеве Порошенко. Порошенко и спать будет, не знать. Это приедут те, кто организует такого рода провокации, как 11 сентября в Нью-Йорке. Это их работа. Они умеют это делать. Я изучал американскую историю. У меня работа была, называлась «200 лет американской мечты». По годам я был, с одной стороны, удивлен, как они мощно иногда умели использовать мировые процессы. А с другой стороны, крайне перепуган, что они классные провокаторы. Ведь в свое время крейсермен на рейде в Гамане, они сами взорвали, чтобы развязать войну с Испанией и потом захватить их территорию. Они с Мексикой развязали войну. Техас, Нью-Мексико и Калифорния – это не американские территории. Они не ходят захопать. Да и тот же Манхэттен, Голландии принадлежал, в принципе. Что касается Танкинского залива, это сейчас хорошо описано, как начиналась война с Вьетнамом. А если брать Корею, там и некоторые другие. Поэтому мы с вами должны развивать чувство справедливости. И тогда победа будет за нами. У нас в студии Геннадий Андреевич Зюганов, руководитель фракции коммунистов. В Госдуме мы сейчас прервемся на новости. Ну а затем продолжим. 5533-Вести – это наш СМС-портал. Пишите, друзья. Принцип действия Добрый вечер, друзья. Принцип действия. Анна Шафран и со мной в этом часе Геннадий Андреевич Зюганов, руководитель фракции коммунистов в Госдуме. Геннадий Андреевич, в конце предыдущего получаса вы затронули интересный философский вопрос относительно удачной интеграции идеи конфуцианства и коммунизма в Китае. В то же время среди наших слушателей достаточно популярен вопрос о том, как соотносится между собой коммунизм и религия. Что вы на этот счет можете сказать? Я считаю, что одной из грубейших ошибок моих предшествий – что они поссорились с церковью. Не надо было этого делать. Сталин учился в духовном семинаре. Прекрасно знал, что это такое. И многое есть в партийном строительстве. Почеркнул слово сказать – оттуда. Но тогда целый ряд священников выступили с оружием в руках против советской власти, чего тоже категорически не надо было делать. Я внимательно изучил Библию. В то время писал одну из работ. Мне было крайне важно и интересно прочувствовать. Когда мирил враждующий Тейп и Чечне, изучал Коран. Когда был в Индии индуизм. Но конфуцианство. И вдруг для себя заметил, что практически во всех мировых религиях есть один общий постулат. Разорождались в разное время. А в разные эпохи еще не было связи. И тем не менее, вдруг у человечества возникло страшное потребность заявить «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Человечество вдруг осознало, что в взаимной вражде, в ненависти, в жертвоприношениях она гибнут наиболее талантливые и мудрые. Они далеко не всегда самые сильные физически. И тогда вот родилась знаменитая Нагорная проповедь Иисуса Христа. Берите ее, открывайте, кладите рядом с Моральным кодексом строителей коммунизма. И вы просто ахнете. Один в один совпадают все постулаты. Более того, открываешь Библию, послание апостола Павла Фессалоникийцам. А там написано, по главной роду коммунизма, кто не работает, тот и не ешь. Изменили всего одно слово. Я считаю, что мои предшественники попытались построить Царство Божие не на небесах, а на земле. Да, что-то не получилось, что-то с перегибами, трудностями. Но в основе стоял человек труда. В основе стоял... Дети были самым привилегированным классом. Когда Дженни Радарий попал к нам, он сказал, ничего более великолепного, чем советский детский сад, я не видел в жизни. Все доступно, все бесплатно, музыка, физкультура, образование и так далее. Когда увидели, как выстроена наша система образования, процитирую вам немецкого генерала, которого допрашивали. Почему проиграла на Поздамске, когда допрашивали в ходе суда над ними? Почему вы проиграли? Войну. Вот всю Европу на колени поставили. Он говорит, мы плохо читали русский сказ. Мы не думали, что на краю пропасти вы так отчаянно и храбро будете сражаться. Вы думали, стукнем, вы переградетесь на национальную почву, а вы сейчас сплотились, объединились и дали мощный отпор. А Тарай более глубоко еще ответил. Он сказал, мы проиграли не Красной армии, а советскому учителю. Он всего за 10 лет подготовил очень патриотичного, исключительно грамотного, смелого, мужественного и достойного солдата. Вот мы должны это все вместе объединить и понимать, что это наше общее достояние. А что касается непосредственно религиозных трактатов, я выступал несколько раз у нас на свет, сказал, давайте оставим это каждому человеку. Свобода совести должна быть гарантирована. У нас в партии примерно треть верующих. За нас голосуют многие верующие. Они к нам с уважением относятся, потому что мы не серебролюбие ставим угла в угла, а угла в углу дружбу. Не сталкиваем лбами, а говорим, надо уважать язык, культуру, традиции, верование. И это и есть гармония разнообразия. Ведь когда исчезает какой-то вид растений или животных, его красную книгу заносят. Американцы решили всех почесать по гребенку, всем навязать свой образ жизни, всем сунуть в рот пепси-колу, всем должны ходить в Макдональдс. Извините, это уже не мир, это концлагерь, но уже электронного типа. А когда господа Меркель узнала, что я даже по стиле подслушиваю американцы через ее телефон, она тоже возмутилась, но никак из этого вырваться не может. Я сторонник свободы, совести, гарантирован, но вместе с тем я против фанатизма. Фанатизм не позволяет решить очень многие сложные задачи. Чувство патриотизма, любовь к родине, любовь к своей стране, любовь к дому, близким и так далее. Это не эгоистическое, опять коллективное чувство. В минувшие выходные прошли выборы в Донецкой и Луганской народных республиках. Ваши однопартийцы работали наблюдателями на этих выборах, в частности, ваш пресс-секретарь Александр Ющенко. Четыре дня, я знаю, провел в Донецке, Новоазовске и других регионах. Скажите, как вы оцениваете прошедшие выборы на Донбассе? Это вполне закономерный, естественный процесс. Мы должны поблагодарить жителей, которые в неимоверно сложных условиях провели, по сути дела, массовый референдум и выбор. Ведь, вообразите, если нечто похожего не было в Крыму, большая война уже была бы неизбежной. В Крыму стоял украинский гарнизон 20 тысяч человек. И когда весь Крым сказал, мы желаем вернуться в Луна Родина, мы проведем референдум, мы все выйдем на выборы, мы активно проголосуем, поддерживаем, ни один автомат Крыму не выстрелит. Потому что там, в крымских гарнизонах, были офицеры и командиры, которые сами тут, в этой среде жили. И они понимали, что если следовать бандеровским заповедям, которые сносят памятники, уничтожают противников, охватают журналистов, которые затукают рот любому человеку, который думает иначе и так далее. Ведь они тогда, Бандера, эта свора подготовила к сносу в Крыму 50 памятников. Все памятники воинской славы и нашей мировой культуры. Вы представляете, с чем мы закончили? Уже немедленно столкнулись бы и воинские подразделения, и покатился этот пожар. Вот и Донецкая, и Луганская республика показывают, и Киеву, и Европе мы пришли на выборы, мы проголосовали. Вы уважаете наш голос. Ведь что они вначале просили и требовали? Мы желаем говорить по-русски. Мы за украинскую мову. Мы с удовольствием слушаем, поем и так далее. Мы желаем, чтобы нас не обирали. Мы не желаем платить дань Бандеровской своре. Мы против того, что вы насильно захватили власть в Киеве. Мы не позволим это делать у нас на Донбассе, в Луганске, в Харькове, в Донецке, в Одессе. Одессу, чтобы запугать, приехала эта свора, вы видели, превратили цену города в Хатынь. Что касается Днепропетровска, та же картина. Коломойский приехал с своей шайкой, прекрасно понимая, что это промышленный город и так далее. В Харькове нечто похожее. 700-800 человек надрессировали, натренировали, отрепетировали это в Прибалтике, режиссировали это в Польше. Привезли, возят по стране, сносят памятники, ломают все на свете и так далее. Но это юнцы-варвары. Их жалко по-людски, но они варвары. Спроси, что Ленин написал. Они ничего не знают. Они даже не знают, что Ленин стоял у истоков создания украинской государства. На первом памятнике, который в центре Киева на Крещатике стоял, там были высечены пророческие слова Ленина. Хотите, коротко процитирую? Только в Союзе, вместе с пролетариями, рабочими, крестьянами. В Великороссии Украина может быть самостоятельной и независимой. В противном случае об этом не может быть и речи. Вот сейчас о единстве Украины не может быть и речи. И что бы ни делал Порошенко, какие бы танки и пушки не посылали, если вы расстреляли мой дом, если вы насилуете наших людей, если вы убиваете детей на стадионе, какое единство может быть с этим сумасшедшей шайкой, которая не в состоянии отапливать Украину. Только обезумевшие люди могли расстрелять шахты на Донбассе и возить уголь с ЮАР. Сумасшедшие только. И этот яйценюк сидит, разводит. Они сойдут, как грязный снег. Их сейчас мороз проверит, их проверит и так далее. Но не они там правят. В этом вся трагедия. Украина оказалась захвачена американским дипломатическим ЦРУшным спецназом. Они отдают приказы и этой стрельбы. Они нанимают, они науськивают. Им нужен этот пожар. Спасти свой доллар, спалить и выдавить нас из Европы. У нас с Европой в этом году будет оборот. 400, почти 50 миллиардов долларов. А с Америкой всего 26. Вот это главная причина. Я за то, чтобы народ на выборах определял свою судьбу. Да, Саша Ющенко, наш депутат, способный, грамотный человек. Был там, 4 дня жил, общался. Он видел впервые очереди по полтора километра, когда по 3-4 часа стояли люди проголосовать. Они хотят бюллетенем решить вопрос. Хотите решать проблемы в Киеве? Садитесь за стол к переговору. Спокойно ищите решение. Не угрожайте силой. Не справятся они никогда ни с Донбассом, ни с Луганском. Никогда не справятся. А развязать драку кровавую и погреться на костях и крови не могут. И еще одно. Запомните, американцы после Второй мировой войны, хоть и были союзниками, но на каждом убитом нашем они заработали в кавычках 200 долларов. Они в 1945 году скопили половину золотовалютных запасов мира. Именно тогда продиктовали порядок, по которому все должны слушаться доллара. Только Сталин и советская сторона отказались в этом участвовать, преодолели трудности и уверенно, спокойно развивались. Мы за 10 лет залечили раны. Мы за 10 лет прорвались в космос. Мы за 10 лет создали термоядерный и ракетный щит. Мы решили такие проблемы, которые никому не снились. Если бы мы привязались к доллару, мы бы с этим никогда не справились. Ельцин нас снова привязал, выстрелил хвост дядю Сэму и сказал, у нас будет как Швеция и Швейцария. Получилось как Бангладеш и Колумбия. Нам надо развиваться своим путем, но максимально поддерживать инициативу Новороссии. Новороссия будет в любом случае самостоятельной. Кто бы что ни делал. Геннадий Зюганов у нас в студии, лидер Коммунистической партии России. Мы продолжим сразу после новостей. Друзья, 5533, короткий номер. Со словом Вести присылайте свои сообщения. Ну а сейчас новости. Принцип действия. С Анной Шафран. Геннадий Зюганов у нас в студии. Геннадий Андреевич, я как женщина... Последнюю фразу. Да. Нам надо признавать Донецкую и Угландскую республику. Они еще боятся. Люди проголосовали. Они надеются. Они и наши родственники, друзья, близкие. Это будет огромная помощь ему, украинскому народу. В противном случае, если разводят пожар, раздуют, они временно опали. А если завтра вдруг эта свора укрепится, нацистская бандера, ведь они расправлялись. Ихатынь и Баби Яре расстреливали евреев. Они 90 тысяч поляков в Волынской области вырезали. Я когда изучал эту историю, кровь жила Хатыни. Завтра Донецкий завод, Днепропетровский завод может делать ракеты, суперкласс, карковские лучшие танки. И это будет ударный отряд мирового глобализма, который можно направлять в любую сторону. Мы не можем позволить разжечь новую войну на наших краях. Ну, коль уж вы продолжили о Донбассе, еще один вопрос, коротко на эту тему. Понятно, что вполне ожидаемо, и Европа, и Штаты выборы на Донбассе не признали. Порошенко тут же заявил об отмене закона об особом статусе ДНР, ЛНР, объявил о новых выборах каких-то. Вот как, по-вашему, как будут развиваться события в этих условиях? Что нам ждать? И Луганский занят. В этих условиях будет развиваться так, как прикажет американский пресназ. Как Байден прилетит, как им выгодно, так он и будет развиваться. Но команда Обама потерпела недавно на выборах сокрушительное поражение. Впервые за последние 8-10 лет обе палаты контролировать будут республиканцы. Республиканцы уже заявили, мы посмотрим на эту политику и сформулируем свою повестку. Есть еще одна особенная. Именно республиканцы приняли в Америке целый ряд важных решений, которые позволили разрушаться и одновременно считались и с нашими. В этом плане предшественники Обамы не были лучшей переговорочной. Поэтому, с одной стороны, в Америке ситуация довольно сложная, а с другой стороны, нам надо думать, думать, очень быстро думать, как укреплять и качественно улучшать внутренний политик. Сегодня финансово-экономический блок в стране не справляется. Социальный блок, который затеял реформу, разрушил профтехобразование, душит школу этим ЕГЭ, этой бабой ЕГО, который издевается над наукой, он просто не справляется, он реализует ту схему, которую нам предложили те же американцы и Всемирный банк еще в 1994 году. Я докладывал на Думе и показывал, почему убивают наше лучшее в мире классическое русское и советское образование. Показывал, почему. Нам надо все делать, чтобы деревня не была брошена на самовыживание. Один процент и в новом бюджете на то, чтобы деревня выживала. Свертывает почти полностью поддержку здравоохранения. Ну, министерство возглавляет умные, толковые женщины, блестящие, знающие медицину, но им никому денег не дали. На 23% урезают, плюс инфляции на половину урезают, полунищие медицину. Детей, семьи, детей не хотят поддерживать. У нас с вами почти 7 триллионов рублей в заначках. У нас с вами 500 миллиардов отложено, никуда не вкладывается, спрятали на всякий случай под стол у правительства. И у нас с вами запланировано в следующем году за счет дополнительных доходов за нефтегаз еще 700 миллиардов отправить в банки тех, кто на нас сегодня накладывает санкции и готов развязать войну на Украине. Да вложите эти 500-700 миллиардов своих детей, школьников, науку, образование в деревню, промышленность, и вы получите колоссальную отдачу. Я за что бы и в заначке было, но у вас заначка-то лежит там, где завтра вам могут шиш показать и ничего не отдать. В принципе, да продумайте эту операцию. У нас резервы были золотовалетные, а сейчас, если бы была сильная экономика, рубль так не проседал бы, уверяю вас. В новых жестких условиях и под давлением санкций возможно ли мобилизация экономики в сжатые сроки? Запомните, не только возможно. У нас есть потрясающий опыт. Пусть стерковь на меня не обижается, но в свое время Петр Первый, когда понял, что иначе не выжить, заставил колокола снять, переплавить на пушку. Когда страна лежала в руинах и надо было развивать производство, тогда оклады с икон сняли и покупали паровозы, покупали машины. Что такое полунищей стране купить и построить 6 тысяч новых заводов? Кто строил, нам помогал. Американцы нас не признавали, а крупные фирмы работали, тут создавали, помогали нам тракторную промышленность. Немцы готовились к своей войне, а капитал решил тут заработать. Строили одновременно 4 тракторных завода. Я сегодня гораздо больше простор. Хотите получить большие деньги? Я выступал на Думе. У нас лесов в море. В Германии лесов в 100 раз меньше. Они заработали за прошлый год 160 миллиардов евро на глубокой утонченной переработке леса без ущерба для природы. Договоритесь с скандинавами, с немцами, постройте 100 заводов, переработайте переспелую древесину, а у нас караид жрет сплошной рядом в Московской области уже тысячи гектаров сожрал. И вы заработаете 100 миллиардов долларов только на это. Вода всегда нужна. Уже тонна чистой воды дороже тонны отборного бензина на европейском рынке. У нас в одном Байкале четверть мировых запасов чистой пресной воды. Отстройте эту технологическую почку, и вы получите море. У нас 41 миллион гектаров заросли бурьяном, дайте молодой семье хоть гектар, пусть выращивают, дайте кредит нормальный, позвольте им создать свое дело, поддержите малый и средний бизнес, а его сейчас обложили, как медведи в верлоге. У нас кто владеет основной собственностью? 110 семей третьего богатства владеют. Такого концентрации капитала нет ни в одной стране Европы, Америки. И вы решите многие... Но для этого нужно качественно иное управление в правительстве. И мы выступая прямо заявляем, что ж мы тянем? Мы сейчас видим, нас обложили, санкции накладывают, ваши партнеры, я уже просто рассказал, какие партнеры мы для них? Мы для их клиенты, которых можно насиловать, санкции накладывать, плевать на все. Но у нас и европейский рынок, и азиатский, и арабский, с нами готовы дружить. Мы подготовили своих вузов 600 тысяч высших классных специалистов. Я как с Путиным летал во Вьетнам, я говорю, установите связи, там почти 100 миллионов, страна быстро развивается. В Индию вкладывайте вместе отрабатывать даже военный проект. Китаем складывайте потенциалы, но не только сырьем торгуйте, и вы получите колоссальный эффект. И нечего бояться этих жалких санкций. Всегда под угрозой санкций мы развивались более эффективными и быстрыми темпами. Вы затронули тему Америки, недавно там прошли промежуточные выборы, и есть мнение, что победа республиканцев в обоих палатах Конгресса может привести к импичменту действующего президента. Как вы полагаете, возможно ли такое развитие событий? Я встречал с Обамой, как собеседник, он довольно был любопытный, но у меня ощущение, что он не хочет нормально управлять. Америкой тоже пустые говорили, невозможно управлять. Там страна довольно клановая, страна специфичная, старее напоминает мне торгово-промышленную огромную базу, палатку, нежели страна, там доллар главный бог для них. Нажива это. Если даже твой родной брат рядом с твоей палаткой строит, тот его будет палкой выгонять. Конкуренция живет в крови. Я уверен, что если американский образ жизни навязать планете, она обречена и погибнет. Что касается импичмента, думаю, этого не будет, но все, что можно, они продули. Но боишься вот страны, которая в философии своей поставила насилие и одновременно не справляется ни как глобальный лидер, ни как глобальный жандарм. Вот тут можно ожидать новых крупных провокаций. Геннадий Андреевич, все-таки второй заход сделаю. Как женщина не могу мимо личного пройти. Все знают Геннадия Зюганова как жесткого и яркого политика, но мало кому известно о том, что Геннадий Зюганов еще обладатель первого возряда полета по легкой атлетике, волейболу, троеборью, но вот что совсем неожиданно, это цветы. Говорят, у вас есть хобби, вы разводите цветы на даче около ста видов. Это откуда такое необычное увлечение у политика? Я с Юлей Меньшовой был в передаче телевизионной. Говорят, она скоро будет. Юля, конечно, очень талантливая человек. Я поражаюсь, как она готовит эту передачу с многими уникальными людьми. Я с удовольствием смотрю, чтобы знать их биографию, настроение, их жизнь. Это же надо великолепно прожить эту жизнь. Каждый день, когда ты четыре раза в неделю это ведешь, это сложно. Но она мне тоже такой вопрос задала и подарили мне там то, что пригодится мне в садоводстве. У меня отец преподавал основы сельского хозяйства, математику, физику. Мать начальную школу. Мать не могла уснуть, если перед домом не было огромной клумбы цветов. А учитывая, что мать сидела в школе туда до вечера, отец с фронта вернулся на одной ноге, поэтому лопатку, дымарь, топор и тяпку я взял в руки раньше, наверное, чем научился ходить и говорить. Поэтому мне привели с детства. И я с огромным удовольствием этим занимаюсь по сей день. Я считаю, что человек, который не умеет работать на земле, он не может быть добрым и ласковым. Земля греет нас. Приглашаю вас, я вам покажу. У меня растут все виды цветов. Я получил даже большую награду за ландшафтный дизайн. И 10 лет участвую во всемирной выставке цветов. А вот это уже действительно открытие и действительно любопытно. Геннадий Андреевич, полминуты у нас остается. Программа «Принцип действия» называется «Принцип действия человека». Геннадий Андреевич Юганович. У меня принцип простой. Труд и справедливость, дружба и уважение друг к другу решают очень многие проблемы. Но сегодня нужно терпение, мужество и очень быстрые решения. Давайте их примем вовремя, чтобы потом не раскаивать. Большое спасибо, что приняли участие в нашей программе. Вам спасибо. Геннадий Андреевич Юганов, руководитель фракции коммунистов в Госдуме и лидер партии коммунистической. «Принцип действия» Всем доброго вечера. Анна Шафран. До свидания. «Принцип действия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова